И даже если эту поликлинику достроят в ближайшее время, это не решит проблему нехватки социальных объектов в Омске. Точнее, в новых микрорайонах. Там школы, больницы, парки и магазины возводят по остаточному принципу. Получается, что людям, купившим дешевую квартиру, некуда везти у детей на учебу, в шаговой доступности нет даже медицинских учреждений. При этом, по данным регионального Минстроя, в Омске до конца 2017 года будет возведено еще не менее 50 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. На территории Пушкинского сельского поселения Омского района и в Рябиновке. Там, кстати, недавно открыли новую поликлинику, но не успели набрать персонал и пока работает всего один врач. О жизни в новых микрорайонах расскажет Александр Руяткин. Вот этот детский сад открыли в Ясной Поляне несколько лет назад. Сейчас это коррекционные учреждения, где занимаются с детьми с речевыми проблемами. Возят их сюда практически со всего города. Местным малышам попасть в лесную сказку практически невозможно. Более того, улица, где мы сейчас находимся, называется Бульвар Школьный, но и школы в Ясной Поляне никогда не было. Поэтому каждый будний день для Екатерины Чекашовой начинается одинаково. В 7 утра провожает старшую дочь в школу, затем в 11 часов собирает младшую. Учатся сестры за 10 километров от дома. В авиагородке путь не близкий, да и небезопасный. Ну вот у меня двое детей, мне приходится возить их. Каждое утро одна старшая дочка к 8 часам в школу, то есть она ездит сама. А младшую дочку приходится возить. Пока выйдем из дома, дойдем до остановки. До остановки примерно минут 15 у нас уходит. И время в пути минут 40. То есть у меня где-то уходит полтора часа только на разъезд туда до школы и назад вернуться домой. И потом так же самое забираю вечером. Только на проезд до школы и обратно. Семья Чекашовых тратит 150 рублей в день. При строительстве в Ясной Поляне хоть и запланировали объекты социальной инфраструктуры, но строить не стали. На месте будущего детсада котлован вместо школы вбитые в грунт свая. Чтобы попасть на прием к врачу, тоже придется ждать автобус. В экстренном случае вызывать скорую помощь. Мы прикреплены к намельничной. И чтобы туда попасть в врачу, нужно отсидеть очередь 2-2,5, а то и 3 часа. А очередь бывает, что принимают по два участка. И как бы это очень неудобно. Ребенок учится в школе, мне приходится его постоянно отпрашивать со школы. И поэтому вот это очень неудобно. Нам бы сюда, конечно, какое-нибудь отделение, хотя бы детское, чтобы врач был и медсестра. Чиновники о проблеме знают и даже предлагают решение. Например, открывать в новых микрорайонах кабинеты врачей общей практики. Располагать их на первых этажах жилых домов, а специалистов селить неподалеку. Вот смотрим планирование. Учитывается наличие школы, детского сада. Но вот именно учреждения здравоохранения, подразделения этих учреждений. Как-то вот этого не было. Мы выходили на гурсовет с этим предложением. При согласовании этих земель рассматривался этот вопрос. Мы писали в мэрию. И сейчас у нас есть понимание, что мы услышали. Но пока еще ни одного документа, вот такого глобального, когда выдается земля застройщикам, большая территория, особенно вот жилые микрорайоны, да, вот такие, пока еще не поступало. В микрорайоне Рябиновка только в сентябре построили поликлинику. Но работать в ней будет всего один терапевт. В Прибрежном, новостройках на улице Завертяева тоже нет ни школы, ни детского сада. А быть должны. Согласно ГОСТам, при планировании новых микрорайонов проектировщики должны учитывать численность населения. Так, в Омске на тысячу жителей должно быть 60 мест в детских садах и 135 в школах. Кроме того, учебное заведение должно находиться в радиусе не более полукилометра от дома ребенка. Но застройщики возводят их по остаточному принципу. За это, считают некоторые эксперты, должны отвечать местные власти. Как только появляется, вот только начато строительство детского садика в новом микрорайоне, в МАХ раскупаются квартиры. Это объект местного значения, и он должен строиться за бюджетные средства. То есть это все муниципалитет другими проектами, другими проектами своих программ муниципальных по сферах образования и так далее. Закладывать должен заранее. Некоторые участники рынка готовы строить детские сады, поликлиники и школы. Но не себе в убыток, а при условии, что их будут выкупать по рыночной цене. Городской администрации это не по карману. А если застройщик решит построить социальный объект самостоятельно, то обычно закладывает затраты в стоимость жилых квадратных метров. И мечты о квартире эконом-класса в микрорайоне, где есть все необходимое для комфортной жизни, для многих так и остаются мечтами. Александр Уяткин, Виталий Двораковский, Евгений Слепов. Омск. Здесь.